ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Федерального проекта оздоровления Волги, национального проекта экологии. Мехочистка уже начнет работать в этом году. В этом году, да, как только начнет работать мехочистка. У нас ультрафиолет в полной мере начнет работать. Именно эта станция позволит полностью отказаться от обеззараживающего хлора. Это важно, ведь мощность городских очистных сооружений свыше 1 миллиона кубических метров в сутки. Для понимания масштабов это как до краев наполнить водой стадион Самара-Арена. То, что касается взаимодействия с ресурсными организациями, я считаю, на самом деле на высоком уровне работу проводят. Ну, первое, наверное, самое важное, то, что есть концессия, которая стала подкрепляющей частью для государственно-частного партнерства. И ведь работы-то глобально сейчас ведутся не только на очистных сооружениях, но мы ведем воду на управленческие. Сейчас уже будет к концу года готов проект на два водовода тысячных в Куйбышский район с перспективой в Новокуйбышевск. И, соответственно, и областная, и городская администрации только поддерживают. Качество стоков контролируют по 47 показателям. Здесь происходит полная механическая и биологическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных и обеззараженных городских сточных вод. Мониторят и саму Волжскую воду. Пробы берут на один километр выше и на один километр ниже точки выпуска стоков. И чтобы идти в ногу со временем, в 2023 году обновят комплекс биологической доочистки от биогенных элементов мощностью свыше 600 тысяч кубометров в сутки. Таких результатов невозможно было бы добиться без механизмов государственно-частного партнерства и активного сотрудничества с областными и городскими властями. Виктория Шарая, Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова